Финиш! Белорусская сборная финишировала в танковом биатлоне. Итак, государственный флаг Республики Беларусь. Вторыми пришли в этом заезде. Танкистом я стал с 2008 года. Я пришел на срочную военную службу в танковое подразделение. Прошел учебку, отслужил в срочную службу, перевелся на контракт и стал командиром взвода. Первое было впечатление, это как бы, как сказать, большая машина. Возможно, где-то какой-то страх, как ее обуздать. А потом уже, когда прошли учебные подразделения, соответственно, стали дальше выезжать на полиугон. Машина стала очень сильно нравиться, ну, нашел так себя, скажем. У нас были стрельбы, но, как бы, командир танка, командир взвода, они тоже обязаны стрелять. То есть, экипаж взаимозаменяем. Ну, и получилось, что нормально получалось стрелять, и стал так наводчиком на танковом биатлоне. Непосредственно сами соревнования проходят несколько этапов. Индивидуальная гонка, полуфинал, это эстафета, где участвуют все экипажи, и финал. Перед каждой гонкой проводится жеребьевка, которая определяет цвет танка, на котором будем выступать, соответственно, день заезда и номер заезда. Есть четыре цвета – желтый, красный, синий и зеленый. По жеребьевке определяется уже, какая страна под каким цветом будет выступать. Танковый биатлон, ну, это целое мероприятие. Проводят сначала отборы в подразделениях, в командованиях, то есть соревнования. Потом экипажи, которые отбираются, лучшие специалисты, они убывают на Дымановский полигон для подготовки непосредственно к самим участию в армейских играх. Любое мероприятие – это, конечно, труд, это терпение, ну, и где-то даже немножко, может быть, везение. Здесь любая задача важна, то есть те же самые полевые выходы, то бишь обучение личного состава приходят ко мне на служащие уже после учебки, после печей. Соответственно, они забиваются в штат, своя техника закрепляется за ними, вот, имеется, получается, возводят три танка, то есть три экипажа. Третьим экипажем я нахожусь. И слаживание идет, экипажи сначала между собой, они слаживаются как одно целое. Затем слаживание взвода, ну, и пошло так дальше, роты, батальона. И к итоге, по концу подготовки, уже батальон как одно целое. Ну, это приятно, наверное, когда твой подчиненный личный состав выполняет задачу на оценку отлично и, как бы, растет, пытается. Если брать сами соревнования, сложного здесь, наверное, особо сильно ничего нету, за исключением совладать собой. Если совладал собой, у тебя все получится. Когда нервничаешь вообще при выполнении любой задачи, тогда все начинает не получаться. Вот. Нужно быть, ну, хладнокровным ко всему, что ли. Спокойным, уверенным в себе и в машине. Самое главное. Это место наводчика орудия танка. Это место непосредственно командира танка, который управляет экипажами. Впереди у нас находится механик-водитель танка. Механик и водитель непосредственно задача быстро проехать, без нарушения каких-то препятствий, правил прохождения препятствий. Наводчика танка, соответственно, быстро и точно отстрелять. От командира танка координировать все эти действия. Ну, перед заездами у нас обычно, как правило, бывает очень много свободного времени. Уже скучаешь по машине, уже хочешь пострелять. Ну, и непосредственно, как бы, отдыхаем перед заездами. Готовимся. Морально поддерживаем друг друга. Обмен опытами с другими странами, соответственно, тоже очень много дает для боевой подготовки. С каждой стороны есть чему поучиться. Страны очень выросли. В этом году, если даже взять, на очень высоком уровне все страны выступают. И, как бы, у каждой страны есть что-то свое. Что-то свое новенькое, с чем можно поучиться. Скорости у кого-то. У кого-то можно поучиться точности. Ну, и тому подобное. В танковом биатлоне участвовала 21 страна. Но на своих танках участвовало только три страны. Это Россия, Китай и мы. У китайцев своя техника. У них тайпы. Они стоят у них на вооружении непосредственно. И они на них выступают на соревнованиях. По характеристике, в принципе, они почти схожи. Внешне немножко отличаются. Но начинка одна и та же. У нас получается Т-72Б, Т-72Б3. На всех этих моделях, в принципе, мы ездили. Все эти машины мы знаем. Ну, как бы и та машина хорошая, и эта машина хорошая. Все танки любимые. На танке находится динамическая защита. Она непосредственно сюда, в эти коробочки. Залаживается взрывчатка. При попадании кумулятивного снаряда, она взрывается. И струю кумулятивную отбивает от брони, не давая ей прожечь непосредственно броню танка. Здесь непосредственно уже в Б-3, немножко она другая изменена. Здесь вот, где болты, она откручивается, и туда уже залаживается контакт пятый. Непосредственно на пушку установлены термокужуха. Они предназначены для равномерного распределения тепла по пушке. Дабы при остывании с одной и каких сторон не имело свойства, ну, и сгибать ствол танка. К примеру, после стрельбы с одной стороны сильно дует ветер. Или даже так вот стоять на улице, светит солнышко, с одной стороны нагревает пушку. А термокужух не дает ей это сделать и равномерно распределяет по всей пушке температуру. В азюдальной гонке мы заняли своим экипажем третье место. Это когда выступает каждый экипаж на свой результат. А уже непосредственно в эстафете, в финале, мы заняли общекомандное второе место. Это опыт. Это очень богатый опыт. И даже в слаживании, и в устранении каких-то непонятных поломок, в скорости, в правильности прохождения препятствий, в скорости стрельбы, в точности стрельбы. Цели поражаются, если брать именно биатлон непосредственно. Пушечные цели 1600, 1700, 1800 метров. ПКТ пулемет 600, 700, 800. И зенитный пулемет командирский непосредственно поражается на 900 метров. Жена уже привыкла, что у меня не бывает дома. Полигона частенько бывает. Получения, стрельбы, ну и все тому подобное. Никогда не жалев, что стал танкистом. Мне эта профессия очень сильно нравится. Она очень первая интересная профессия. Это освоение очень, скажем, громадной техники, большой техники освоения. Ну и всегда есть чему поучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok